Вот что интересно, если обычный человек в жизни играет 3-4 роли, то профессиональный актер должен освоить, наверное, не менее 7-9 типажей. И что интересно, и роли, и сценарий, и даже режиссуры имеют место быть как в обычной жизни, так, конечно же, в театре и в кино. Поговорим сегодня об этом в компании с нашей гостью. Сегодня в студии у нас Елена Савельева, мастер сцены Магнитогорского драматического театра имени Александра Сергеевича Пушкина. Доброе утро. Доброе утро. Рады вас видеть у нас наконец-таки. Особенно, как мы поняли, что в преддверии начала сезона вы нам уделили время. Спасибо. Мне тоже очень приятно поздороваться с нашим любимым городом, сказать доброе утро всем. Первый вопрос, я бы хотела бы спросить. Артисты все-таки рождаются или становятся? Актерами. Ну, актерами в том числе, да. Мастером сцены. Одно не отменяет другое. Так и этак. Артист всю жизнь растет, совершенствуется, без этого никак. Ну, для этого, конечно, нужен какой-то поцелуй Бога. Кого-то больше, кого-то меньше, кому-то нужно больше трудиться, кому-то меньше. Но в любом случае, эта профессия требует самоотдачи. Просто так туда не влезешь. Ну, то есть, ее нужно до такой степени любить, там нужно жить, по большому счету, отдавая все. А как вы однажды поняли, что это ваш путь жизненный? Это случайно возникло, и вы потом поняли, что я на своем месте? Или это было желание с ранних лет? Ну, в драматический театр я попала случайно. Я любила очень петь и мечтала об оперетте. Вот. Ну, а я пришла просто в театр и сказала, возьмите меня кем-нибудь. Я готова делать там любую работу. До такой степени я любила театр. И на самом деле я там могла много чего делать. Поэтому я просто пришла туда и осталась там. Потому что это мое. Я сразу поняла, что это мое. Ну, правда. Как-то оно вот, не знаю, пришло до этого. А вот вы думали однажды над тем, если бы судьба, голос, души, интуиция не привели вас в эту профессию, то кем бы вы еще могли состояться, помимо даже вот оперной исполнительницы? Секреточной. Я люблю что-нибудь делать руками. Я люблю учиться. Я люблю ремесла всевозможные. Но если бы профессионально, я бы, наверное, была бы стеклодуром. Который бы дул всевозможные красивые вещички, вазочки. И вообще я обожаю лэмб... Лэп... Господи, сейчас, подождите. Лэмборг. Это, вы знаете, когда делают вот сейчас из таких стеклянных палочек, можно сидеть дома. Около... В какой-нибудь уголочке и с помощью газовой горелочки делать всевозможные красивые штучки. Там пуговички, бусинки. Ну, это ужасно интересно. Очень красиво, безумно. И если бы у меня была такая возможность, я бы этим позанялась. Но у вас, кстати, очень оригинальное украшение. Да, это мое изделие. Тоже вашими руками исполнено? Да. А, ну вот оно приближенное к тому, о чем вы как раз говорите. Оно очень ярко вас отражает. Да, да. Скажите, а приходилось ли вам пользоваться своим мастерством перевоплощения в жизни? Быть может, были какие-то анекдотичные истории, когда вам пришлось войти в роль ради чего-то? Наверное, есть артисты, которые могут. Я просто не припомню. Дело в том, что как только я в жизни начинаю врать, я начинаю краснеть. Как ни странно. Поэтому сцена – это совсем другое. И ты надеваешь костюмы, ты говоришь другие слова. То есть ты говоришь не от себя, а от лица своего героя. Это совершенно другое. А в жизни ты же говоришь от себя. Другое дело, что, наверное, если одеть какой-то костюм, сделать грим, надеть парик, наверное, это возможно. Ну, как бы ты уже становишься не я, а я в предлагаемых обстоятельствах. Ты совершенно другой человек. Мы даже, наверное, в жизни, ну, представьте себе, вот я сижу в таком отпускном наряде, а если я на себя надену корсет и что-то там еще, шляпу, я буду совершенно по-другому разговаривать и вообще как-то чувствовать. Наверное, все женщины так. Да, действительно, это очень сильно способствует. То, как мы выглядим, в чем мы одеты, и какой цвет волос очень сильно способствует изменению нашего поведения. Вот из того, что вы сказали в предыдущем вопросе, я поняла самое главное, что кардинальное отличие от вашей текущей профессии, что вы бы хотели тишины. То есть тут у вас сцена, а вот вы просто противоположную бы роль какую-то на себя примерили. Или вот вообще какие-то есть еще социальные роли, которые вы бы не отказались на себя примерить? Ну, какие-то кардинально вообще другие, там, к примеру, хотели бы стать летчиком или космонавтом. Да или просто начальником или режиссером. Да или просто попробовать. Ну, космонавтом в наше время мечтали быть все, я в том числе, я бы не отказалась. Если бы была такая возможность, я бы очень хотела туда попасть. А в современных материалах очень часто работник мечтает поменяться местами с работодателем? Или вот вам, например, может быть с режиссером. Вот дали бы вам эту волшебную палочку, вы бы такое закатили? Ну, в принципе, мы сами себе бываем иногда режиссеры. Это все зависит от режиссера. Если он интересный, то тогда ты можешь быть просто артистом и наслаждаться какими-то своими там копаниями. А если тебе этого режиссера не хватает, ну, приходится брать на себя какие-то вещи. Режиссер поистине мотивирует вас к перевоплощению? То есть это действительно такое ключевое лицо? Нет, просто режиссер, это, знаете, это как такая энергетическая подпитка. Это человек, который тебя заражает этим материалом. И когда ему самому это интересно, он очень умен и знает больше, чем ты, то это очень интересный процесс придумывания спектакля. С разных сторон. Понятно, что он глаза, ты же себя не видишь со стороны. И ты ему должен доверять. Он смотрит на тебя и понимает, что, а, здесь лучше, здесь хуже. Он тебя корректирует. И это, ну как, без этого невозможно, без режиссера хорошего. Хорошо. Скажите, а если бы, Елена, у вас была возможность вернуться назад в прошлое? Вот себе самой лет 20 назад, вы какой бы дали совет? И стали бы что-то менять в своей жизни? Да нет, пожалуй. Мне вообще грех жаловаться. Конечно, человеку всегда хочется большего. Но я считаю, что моя жизнь, в принципе, не самый плохой вариант. Не хватает только домика у моря. А так все есть. Да. Ну, я бы себе, наверное, сказала, что нужно учиться. В жизни так много интересного, это я сейчас понимаю. Я бы тогда сказала себе, учи языки и учись играть на музыкальных инструментах. Потому что когда сейчас появилось побольше свободного времени, так как дети выросли, и поезд уходит, применить это уже нет такой возможности. Ну, хотя мы продолжаем, я считаю, что вообще надо, надо учиться. Это интересно, это очень интересно. И мы понимаем это чуть позже. Скажите, пожалуйста, а вот на протяжении всех ваших лет работы в театре, вот самая любимая роль есть такая? Какой-то типаж? На данный момент Ханума. Ханума. Ну, это самое актуальное. На данный момент. Ну, просто потому что, знаете, когда зритель смеется, и мы его выпускали быстро, мы от него как бы не устали от этого выпуска, и мы сами получаем от этого удовольствие. А когда зритель получает удовольствие, то это умножается многократно. У вас двое минуты. Да, многократно, и это силы дает. А есть несыгранные роли в вашей жизни? Да, наверное, есть, но я как-то на этом не циклилась никогда. Никогда. Ну, некоторые роли хорошие ко мне приходили неожиданно. И, наверное, если бы я об этом очень много думала, возможно, они бы ко мне и не пришли. Поэтому я подумала, что спасибо, что у меня это есть. Я надеюсь, что еще будет что-нибудь интересное. Конечно, мы будем с нетерпением ждать. Вы знаете, да, по крайней мере, после общения с вами остается такое приятное ощущение полного принятия жизни и себя, вот такой, какая вы есть. То есть от вас вот эта вот энергетика, и действительно она дорогого стоит. И поэтому хотелось бы с высоты уже вашего опыта, чтобы вы пожелали что-нибудь нашим телезрителям. Вот как эту уверенность в себе приобрести? Ну, вы знаете, это понятие такое растяжимое, она то есть, то нет, как у всех. Сегодня я уверена в себе, утром встала, ох, что-то не уверена. Я желаю, конечно, уверенности в себе. Да. Я бы хотела сказать, что молодым хотела бы сказать, не ленитесь, учите языки, находите для себя в жизни что-то очень интересное, что вас будет греть помимо работы, потому что это на самом деле дает огромное количество сил. Взрослому поколению, как я, я желаю тоже найти что-то для себя интересное, кроме телевизора. Это не в счет. А то, что можно просто делать, неважно, что это, выращивание цветов на подоконнике и розыски каких-нибудь там диковинных семян, или там изучение языков, ну да, нам уже сложнее это дается, но в принципе это реально, и сейчас есть возможности, в общем, есть возможности учиться чему-то новому. Это очень интересно. Не упускайте. И самое главное, да, что это, как сказать, это дает силы дальше жить. Спасибо за такие вдохновляющие слова. Спасибо. Сегодня в студии у нас была Елена Савельева, мастер сцены Магнитогорского драматического театра имени Александра Сергеевича Пушкина. Желаем вам побед, высоты, и очень будем рады увидеть вас в зрительном зале. И очередного замечательного сезона. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, вашему вниманию предлагаем прямо сейчас отправиться в путешествие. И на этот раз это будет замечательная, многозадачная Барселона.